В современном мире цифровые технологии играют все более важную роль в развитии экономики стран. Уже сегодня более 40% населения планеты имеет доступ к интернету и почти в каждом 7 из 10 домохозяйств есть мобильный телефон. Цифровые технологии дали ряд преимуществ упрощения доступа населения и бизнеса к государственным услугам, ускорения обмена информацией, появление новых возможностей для ведения бизнеса, создания новых цифровых продуктов. Основная цель государственной программы «Цифровой Казахстан» – прогрессивное развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и нации, улучшения качества жизни населения. Реализация «Цифровой Казахстан» будет проводиться в четырех ключевых направлениях. Реализация «Цифрового шелкового пути» – это развитие надежной, доступной, высокоскоростной и защищенной цифровой инфраструктуры. Развитие креативного общества – это развитие компетенций и навыков для цифровой экономики, проведение работ по повышению цифровой грамотности населения, подготовка IT-специалистов для отраслей. Цифровые преобразования в отраслях экономики – это повсеместное внедрение цифровых технологий для повышения конкурентоспособности различных отраслей экономики. В Кустанайской области в управлении образованием за последние два года произошли крупные подвижки в этом вопросе. Здесь уже реализовались выше 10 проектов, заключенных в дорожную карту реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Развитие цифровизации в области у нас проходит по трем направлениям. Это подготовка IT-специалистов, автоматизация управления образованием и информатизация. Как было сказано, для информатизации и работы в цифровизации для учеников необходим в первую очередь интернет. Поэтому одну из главных задач мы видим в проведении интернета. Во всех школах области имеется интернет. Сейчас мы, с учетом развития интернета, сейчас, как мы уже знаем, есть интернет пятого поколения. Мы проводим высокоразвестный интернет, плюс подключаем Wi-Fi-сети во всех школах области. Оснащение компьютерной и мультимедийной техникой, в том числе города и районы, все 504 школы, 100%. В Кустанайской области обеспечены мультимедийным оборудованием, компьютер, проектор, экран. Малокомплектные школы по два комплекта, полнокомплектные по пять. За счет трансфертов общего характера в школ области полностью завершена поставка 540 единиц техники. За счет образовавшейся экономии дополнительно закуплено 150 единиц техники для отдельных школ. Планомерно проводится обновление компьютерного парка организации образования. Сейчас дети имеют возможность пользоваться различными сайтами, которые есть у нас на сайте образования, образовательными. Например, Белемленд. Там имеется большая база данных, очень удобно для подготовки, к примеру, к единому национальному тестированию. Также сейчас для разгрузки используется кунделик, электронный журнал и дневник. То есть преподаватели, с них снята нагрузка. В бумажном варианте электронный дневник и журнал сейчас не заполняются. Бумажный дневник и журнал не заполняются, есть электронный. Также проведена большая работа в сфере ТИПО. У нас по автоматизации сейчас полностью подключены детские организации дошкольные. В этом году полным ходом идет работа по автоматизации школ среднего образования. И в этом году мы планируем подключить автоматизацию ТИПО. То есть любой родитель может мониторить успеваемость своего ребенка благодаря электронным журналам, дневникам. Может подавать его документы в школы, детские сады, либо ТИПО, куда он считает более правильным для своего ребенка. В рамках дорожной карты реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» Управлением образования Акимата Кустанайской области реализуются следующие проекты. Обеспечение организации образования школ к интернету, оснащение школ Wi-Fi-сетью, обновление компьютерного парка, поддержка системы автоматизации подачи заявлений и очередности в детские сады, автоматизация подачи заявлений в школы, внедрение системы автоматизации процесса обучения. На базе Кустанайского строительного колледжа функционирует Центр цифровых разработок, в рамках которого студенты специальности, вычислительная техника и программное обеспечение занимаются разработкой проектов для предприятий области, а также созданием и развитием стартап-проектов. В рамках Центра цифровых разработок в Кустанайском строительном колледже разработаны пять проектов. Из них это онлайн-сервис «Инво-такси» для лиц с ограниченными возможностями, то есть данная категория лиц может онлайн зарегистрироваться для получения услуг «Инво-такси». Далее у нас есть 3D-тур, мы сейчас разрабатываем для областного музея. Также разрабатывается эпизоэтическая карта для информированности населения по ситуации в области. То есть каждый район подсвечен определенным цветом и можно увидеть ситуацию о заболевании, о животных, которые обитают в данном районе. На данный момент под руководством педагогов-наставников студентами разработаны четыре проекта по заказу предприятий области, такие как онлайн-сервис «Инво-такси» для людей с ограниченными возможностями, электронная карта для информированности населения об эпизоэтической ситуации в области, сайт для общественного объединения «Стоп-аутсм» со всем необходимым функционалом. Ну вопрос как бы понятен. Я хотел узнать ваше мнение вообще, к чему вы стремитесь и как строится ваша работа. Работа в колледже или строится как жизнь? Вы за компьютером что-то делаете, что вы делаете, я понять не могу. Бывают различные задания по различным языкам, которые нам дают задания, по язык, допустим, «Си плюс плюс», «Си шарп», сейчас проходим практику. Преподаватели объясняют, как что делать. Вот сейчас вышли на практику. Еще. Вы скажите, вот в практической плоскости это интересно, да? То есть это не виртуально, это все видно потом глазами, да? Результат ваших каких-то успехов? Да, конечно. Например, сейчас разрабатывали недавно приложение. Девушки ездили в Астану, вот заняли призовое место. И приложение позволяет связываться доноров, связующие между донорами и поликлиникой, которая принимает кровь. Вот называется приложение «Асари». И вот на практике проверяли, какими действиями удалось это сделать. На языке «Си плюс плюс» применялось. И там немного было сплетение языков. Прямо был виден эффект, да? Ну, то есть, да, мы проверяли, ходили в поликлинику. И будущее, вот как будет развиваться в дальнейшем, не знаем еще, пока проверяем. Скажите, а у вас какое вот стремление, чего бы вы хотели достичь? Вот. Конкретно у меня? Да. Конкретно у меня. Ну, есть разные сферы, я их озвучивать не буду. По ораторскому мастерству и по личным каким-то личностным качествам. Тут? Тут, да, и все сферы – здоровье, бизнес, здоровье, семья. И прям поле непаханное? Да, поле непаханное, работы много очень. Ну, мы на пути, стараемся. Каждый день важен. В рамках дипломной работы студентами ведется разработка виртуальной интерактивной 3D-тур для Кустанайского областного мемориального музея Ибрая Алтансарина с панорамой экспонатов на 360 градусов и звуковым сопровождением выставочного зала, а также навигатор профессии для абитуриентов области с использованием методики Холланда, с помощью которого можно определить склонность и подобрать профессии, которые наиболее всего подходят к психотипу абитуриента, соответствуют характеру. На сегодняшний день цифровые технологии уже пришли и в дошкольные учреждения. Они стали частью образовательного процесса. Включение интерактивного оборудования в образовательную среду детского сада – это начало длительного практического пути. Детальная и основательная проверка того, что могут дать современные технологические средства для развития ребенка. В детском саду 12 дошкольных групп. И в каждой группе имеется интерактивное оборудование, планшеты, высокоскоростной интернет. Педагоги успешно реализуют это оборудование, внедряют робототехнику. Конечно же, на сегодняшний день наш детский сад отвечает всем требованиям. Вот сегодня много говорят о цифровизации, автоматизации. И вот детский сад отвечает требованиям. Мы готовим детей к тому, что в будущем все будет цифровое, цифровой Казахстан. И дети уже с дошкольного возраста приобщены к интерактивному оборудованию. В каждой дошкольной группе, у нас их 12, в каждой группе есть интерактивное оборудование, планшеты. Вот сейчас мы закупили роботы. И дети прекрасно справляются со всем этим. Это и есть начало автоматизации и цифровизации именно в дошкольном учреждении. Это наше мнение. А что касается в целом, конечно, город Кустанай уже с сентября 2018 года перешел на автоматизацию. Что это означает? Нет, это означает то, что родители сегодня не стоят уже в очередях, не обивает пороги отдела образования. Все это делается через веб-портал, о котором родители знают. Называется Garden KST. На этом портале размещена вся информация о всех дошкольных учреждениях города Кустанай, где есть свободные места. И родитель может сам самостоятельно выбирать понравившийся ему детский сад. Электронно остановится в очередь, электронно выписывает направление. И также, приходя, например, дошкольные учреждения, все это происходит только в электронном формате. Единственное, что делается на бумажном формате, это представляет пакет документов, который указан на портале. Это паспорт здоровья ребенка, далее справка о состоянии здоровья ребенка. А все остальное сегодня у нас в цифровом варианте. Родитель сегодня имеет такую возможность выбирать детские сады. Если раньше, например, это было по месту прописки, по месту проживания, то сейчас свободное плавание. Он заходит в бюллетень свободных мест, выбирает понравившийся ему детский сад и нажимает, дает команду системе выписать ему направление. Он в течение двух минут выписывает это направление. Но родители должны знать, что это направление, срок действия, он не безграничен, всего 5 дней. В течение 5 дней он должен обратиться в детский сад, показать это электронное направление. И если оно все сделано в правильном варианте, то детский сад оказывает услугу, принимает ребенка в это дошкольное учреждение. Использование мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия функционально окрашенными, интересными. Они являются прекрасными наглядными пособиями и демонстрационным материалом, что способствует хорошей ультерактивности занятия. Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий ОЗАЦ создана в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и призвана обеспечить дополнительный качественный импульс для развития цифровизации в регионе. В школе основное внимание уделяется развитию информационных технологий. Построена единая последовательная система подготовки юного IT-специалиста. Занятия в школе нацелены на формирование у детей четкого представления о конкретных IT-профессиях с возможностью дальнейшей углубленной профориентации. Преподаватели школы прошли обучение по технологиям и в настоящий момент успешно внедряют их в учебный процесс. Особое внимание уделено развитию языков, инженерии, программированию робототехники, моделированию 3D-облачным технологиям. Вот наш IT-лицей, он своим появлением, своим деятельностью обязан как раз этой программе. Наш лицей был открыт в прошлом году в рамках этой программы. Это веление времени. В каком плане? Дело в том, что сейчас у нас жизнь, вы знаете, активно меняется. На пороге у нас четвертая промышленная революция, так называемая индустрия 4.0. Какие-то профессии отмирают, какие-то профессии появляются, новые сферы деятельности. И естественно, для того, чтобы выполнить поручения президента, для того, чтобы Казахстан вошел в 30-ку ведущих стран мира, развитых стран, то мы должны, естественно, идти много со временем. Это значит, мы должны развивать образование. У нас основной капитал – это капитал человеческий. Поэтому в рамках этой программы мы и будем готовить так называемых будущих специалистов, будущих IT-шников. В рамках этой программы мы сейчас… наша школа – школа для одаренных детей. И мы поменяли, то есть мы применяем специальные программы обучения, углубленное изучение робототехники, углубленное изучение 3D-моделирования, углубленное изучение таких курсов, как гибдизайн и так далее. Почему это нужно? Дело в том, что если мы сейчас детей этим учить не будем, то наши дети, они не впишутся в новый мир. Они не будут иметь востребованной специальности. А раз дети не будут иметь востребованной специальности, значит, они будут вынуждены зарабатывать на непрестижных профессиях, на малоплачиваемых профессиях. Поэтому деятельность нашей школы, деятельность вообще всех школ в этой сфере очень важна для того, чтобы наши ученики, наши дети могли найти себя в этом будущем, переменчивом, грядущем мире. Ученики школ активно участвуют и занимают лидирующие позиции в конкурсах IT-направлений как на региональном, республиканском, так и на международном уровне. Это и фестивали мультимедийных работ, робототехники, конкурсы научных проектов, олимпиады. В настоящий момент запускается проект по открытию пяти лабораторий. Это будут уникальные в своем роде лаборатории, направленные на развитие профессиональных навыков учащихся. Это IT-лаборатория, где учащиеся изучают основы информатики, программирование, лаборатория новых технологий, лаборатория агротехнологии и зеленой энергетики, лаборатория блогерства и гражданской журналистики, лаборатория искусства. Полученные знания помогут ребятам стать успешными в любом виде деятельности и профессии в сегодняшнем мире. В сегодняшнем мире IT-технологии проникают буквально во все сферы жизни и деятельности человека. Мы не можем угадать, какие профессии будут востребованы завтра, но знаем наверняка, что масштабы использования технологий будут расти и, соответственно, будут расти спроса специалистов, умеющих с ними обращаться. И уже завтра, окончив школу, являясь всесторонне развитым молодым человеком, обладающим профессиональными навыками в области IT-технологий, наш выпускник будет востребован в любой профессии. Субтитры создавал DimaTorzok